Друзья, всем привет! Как у вас дела? Меня зовут Вита, добро пожаловать на мой канал. Сегодня покажу новые продукты в моей косметичке. Ничего супер нового, просто продукты, которые я купила, которыми я раньше не пользовалась, и которые новые для меня. Будут продукты для лица. Вот такие вот у меня есть travel версии от Biasans сыворотка с пептидами. И есть крем увлажняющий от Glow Recipe с гиалуроновой кислотой. Будем сегодня подготавливать этими продуктами кожу. Также у меня есть два праймера от Elf. Американский тикток заставил меня это купить. Называются они Power Grip Primer. Вот этот вот праймер похож очень прям копия праймера от Milk, который называется, по-моему, так же, типа там, что-то там, гриб, короче. Вот, и вот этот вот с неоцинамидом, он прям вообще должен быть каким-то мощным. Также у меня есть стик для лица от Super Gulp. Это Sunscreen SPF 50. Такой он прозрачненький. Я всегда пользуюсь SPF. И есть продукт от L'Oreal, который называется True Match Lumi Glotion. Он максимально похож на фильтр от Charlotte. Я взяла себе в оттенки потемнее, чтобы был такой эффект загорелой кожи. И люблю его добавлять в тона, мешать в тона. Но вообще он типа как лосьон праймер. Можно как тон его использовать. Тоже сегодня его пристроим. Есть у меня две пудры. Взяла две пудры от Pat McGrath. Не показывала вам я их. Light. Это пудра, которая прессованная. Она под глаза идет. Обе у меня они в оттенке Light. Так она выглядит. И также есть пудра рассыпчатая для закрепления макияжем. Они обе из одной и той же линейки. Skin Fetish. Sublime Perfecting. Вот это Blurring Powder. Вот это Blurred под глазами. А это Setting Powder. Купила себе палеточку от Mario. Матовую. Я вообще ее взяла для своего кейса. Вот так вот она выглядит. Она, конечно, тепленькая. Но вам сегодня ее покажу. Сделаем с ней макияж. Тут все оттенки в ней матовые. Я считаю, что она идеальна для визажистов. Особенно если вы работаете в регионе, где клиенты по загорелее. Взяла также на скидках Pet Magrat. Вот я взяла две пудры. У нее на сайте были скидки 25, что ли, процентов или 30. И взяла карандаш для глаз. Permagel Alter Glide Eye Pencil. Он называется. Оттенок называется Shade. Такой он. Тауповый цвет. Красивый. Я им пользовалась уже. И я вчера залезла на сайт, чтобы заказать еще там 10 штук на скидки. Но скидки-то закончились. А полная цена у него, по-моему, 29 долларов. Но, кажется, я его возьму еще по полной цене. Есть карандаш у меня от NYX. Это их Line Loud Lip Pencil. Он точится. В принципе, формула неплохая. Она очень хорошо держится. Она может чувствоваться на губах. Вот такой оттенок я вам еще не показывала. И он идеально подходит к помаде, которая у меня есть. Помада от Give. Это бренд Gwen Stefani. Эта помада была в одном из наборов фаворитов. Сифоры 300 тысяч лет назад. Ну, типа там 3 месяца назад. Вот эта помада с карандашом уже. Мне кажется, они идеально подходят. Тоже вам сегодня ее покажу. Потому что я ей не пользовалась сама. И только свочила. И посмотрим, насколько хороша формула. Начинаем с подготовки кожи. Что у нас там первое? Мне эта сыворотка напоминает сыворотку от The Ordinary. Из-за этих медных пептидов у нее такой голубой оттенок. А сыворотка от The Ordinary, она вообще там синяя. Синяя, синяя. Мне с одной стороны нравится, что здесь есть пипетка. А с другой стороны она дает просто каплю продукта. Каплю и приходится столько раз ее окунать. Ну, она и по ощущениям напоминает очень The Ordinary. Я считаю, что и по составу тоже. Мне вообще нравится бренд Biosense. У меня есть масло с розой. По-моему, оно для лица. Я им пользуюсь каждый вечер, каждую ночь. Мне она нравится. Но вот тут вот максимально похожий состав на The Ordinary. А цена у этой сыворотки там в три раза больше. Ну, может быть там в два с половиной. Поэтому зачем платить больше, как говорится. Давайте продолжим. Glow Recipe. Крем называется Plum Plum Hyaluronic Cream. Должен уплотнять кожу, увлажнять ее, давать сияющий финиш. Так он выглядит. Я им уже пользовалась. Мне нравится этот бренд именно для подготовки кожи к макияжу. Потому что вот он мне напоминает по текстуре и вообще по всему тачо. Но он, по-моему, подешевле тачи будет. Очень легкие формулы, прям невесомые, при этом сильно увлажняющие. И это идеально под макияж, потому что и увлажняет, при этом все быстренько впитывается. Такое все легкое, воздушное. И поэтому, когда у меня появляются какие-то пробники, какие-то вот такие travel-версии, я постоянно подготавливаю ими кожу именно перед макияжем. Все, кожа увлажненная. Теперь настал черед SPF. У меня 300 тысяч разных SPF. Это очередной товарищ. Это стик. И он прям сияющий-сияющий. Его можно прям вот так вот на кожу нанес. Прошу, не забываю. Если у вас прям сильно жирная кожа, то он, конечно, не подойдет, потому что он такой прям в маслечко превращается на лицо. Но я его люблю, потому что его легко наносить. Он не оставляет никаких белых пятен. SPF 50 на минуточку. Я и в бассейн с ним хожу. В общем, нравится мне он. С праймерами что будем делать? Я прям чуть-чуть добавлю вот этого праймера. Этот праймер, в принципе, его можно на все лицо наносить. Но у меня кожа довольно-таки хорошо подготовленная. Я чуть-чуть его люблю прям нанести. Мне он нравится тем, что он липкий. И поэтому на нем хорошо сидит тон. Если у вас есть тенденция такая, что на вас исчезает макияж, на вас, что он просто пропадает, стирается, уплывает, кожа забирает его, то вот такие праймеры в стиле Milk либо Elf хороший вариант. Вот этот же товарищ, он такой праймер на стероидах. Его нужно совсем чуть-чуть. Он еще плотнее и он прям совсем липкий. И я его наношу прям точечно. Он не матирует ничего. Он просто, он просто липкий. Вот он чувствуется на лице. Я прям его чувствую. Поэтому, наверное, на все лицо я бы его никогда не смогла бы нанести. Ну, нанести бы я смогла, а жить с этим, наверное, нет. Поэтому я его наношу только на зоны, где у меня поры, где вот у меня слезает макияж. И это вот крылья носа для меня. И вот здесь вот чуть-чуть. Я его чувствую и ощущение не самое приятное, но он прям держит. Кому нужен этот праймер? Вот если у вас есть такие зоны, где ничего не держится. У меня очень жирные крылья носа, и у меня оттуда стирается тон. Вот не вру, за полчаса вот я нанесла тон. Если я не наношу никакой плотный консилер, у меня тона нет. У меня уже тон весь в порох. Неважно, какое. Если нанесу плотный консилер, то 3 часа. Если еще пудру там чуть-чуть, то есть мне прям нужно осторожно с этими зонами. Если у вас есть такие же проблемы, то вот этот праймер поможет. Но его нужно прям чуть-чуть, чуть-чуть. И, ну, на самом деле, я немного знаю таких людей, у кого такие же проблемы с кожей, как у меня. Обычно, если есть какая-то сильная вот текстура в стиле пор. Потому что, если такого нет, то макияж обычно держится по-лучшему. Ну, в общем, для меня этот праймер находка. Я думаю, что его я буду повторять. А вот этот вот, ну, не знаю, как бы, наверное, нет. Перейдем к продукту от L'Oreal. Я вообще его взяла, чтобы наносить на тело. Давайте так и сделаем. Красивое дает он свечение. И чуть-чуть загарчика он прибавляет. У меня оттенок, который называется 903 Medium Glow. Там есть несколько оттенков. Есть и посветлее, и потемнее. Так что можно выбрать. Не обязательно выбирать оттенок потемнее. Но видите, когда его растушуешь, он не выглядит оранжевым. Он просто дает, он просто дает такой красивый загар. Мне это нравится. Если его сравнивать с фильтром, то он, конечно, полегче будет. И формула у него такая больше как бы гелевая. И как будто поменьше перекрывает он. Но сияние красивое. Давайте я его добавлю на периферию тем же спонжем. Его, в принципе, можно и на все лицо нанести. Но я хочу именно вот загарчик поддобавить. У меня нету новых продуктов для лица вам показывать. Ни тона, ни консилера. Поэтому сейчас быстренько накрашу. Возьму тон от Hourglass. И консилеры возьму от Наташи Диноны. Валентина. Я миксую консилеры. Я добавляю чуть-чуть и точечно. Поэтому сейчас сделаю лицо. И к вам вернусь. Также добавлю коррекцию. В общем, вернусь к вам уже, чтобы мы пользовались новыми продуктами. А не теми, которые вы уже видели 300 тысяч раз. Смотрите, как на этом праймере розовеньком даже самый мощный консилер. Все равно живенько смотрится. Сейчас закреплю пудрами. У меня есть пудра под глазом. Сразу ей закреплю. Я ее уже пользовалась. Она мне, в принципе, нравится. В ней нету ни блеска, ничего. Она прям тоненькая, прозрачненькая. Хорошо закрепляет. Мне бы хотелось, чтобы она чуть-чуть добавляла то ли цвета, то ли перекрытия. Прям чуточку-чуточку. Но, в принципе, она неплохая. Она может чуть-чуть подсушивать. Но если все это закрепить спреем, фиксатором, то тогда с ней все нормально. Под глазами она никуда не закатывается, хорошенечко держит все. Мне, в принципе, этим она нравится. На центр лица я добавлю рассыпчатую пудру. Она, конечно, вообще мощняк. Мне нравится, как она закрепляет и как она выглядит в течение дня. Ее прям нужно чуть-чуть. Но она жестко сушит. И поэтому я с ней прям тоже поливаюсь фиксатором. Потому что иначе кажется, что лицо просто отвалится. Ну, у нас сейчас и лето, и очень сухо на улице. Поэтому с ней такое. Короче, только если у вас прям сильно жирное лицо. Я ее наношу только на центр. Она посветлее. Она тоже тоненькая. Смотрите, как она выбеливает. Мне бы хотелось больше сияния от нее. Но в ней сияние не заявлено. В ней заявлен блюр. Издалека, мне кажется, блюр есть. А вот в этой пудре, я считаю, блюра побольше. И цвета побольше. И она прям высветляет. То есть такой прям получается центр лица прям светленький. Я такое люблю. Это очень красиво смотрится на фотках. Я уже чувствую ее на лице. У меня просто такое все лицо. Пожалуйста. Если ей переборщить, то вообще можно в сухаря превратиться. И я прям тут же фиксатором пройдусь. Вот. И тут сразу, и сразу лицо чувствует себя хорошо. По лет я не пользовалась своей палеткой от Наташи Диноны для лица. Давайте исправим эту ситуацию. Ох, красивый, конечно, румяна. Давайте хайлайтер я также добавлю. А чем? Пальцем, что ли? Вот который Cream Color Base в центре. Смотрите, как он популярный продукт у меня. Если учесть, что я этой палеткой не пользовалась уже довольно-таки давно. Не знаю почему, что я как-то ее сложила в полку. И так она у меня и лежала там. Я решила, что нужно исправить эту ситуацию. Я закреплю свою кремовую коррекцию бронзирования пудровым бронзером. Возьму бронзер от MAC. Это матовая их формула, которая называется Light Rosy. Он мне раньше был прям оранжевый, тепленький. Но сейчас мне нравится, как выглядит этот цвет на мне. И я им стала больше пользоваться летом. Потому что формула шикарная. Но там все оттенки теплые, даже которые вот самый светлый, типа розовый оттенок. Смотрите, какой он теплый. Поэтому, конечно, MAC обманули нас. У меня на глазах есть уже база под тени. 24 часа от MAC. И я сейчас возьму карандаш новый от Pat McGrath в оттенке Shade. За которым я побежала, но уже опоздала. Смотрите, какой красивый. Прям такой уникальный оттенок. Он серо-коричневый. Прям такой таповый цвет. Он так красиво, мягко смотрится на глазах. В общем, крутой он. И я им сейчас подведу глаз. Буду под растушеванную стрелочку сделаю. Такие, наверное, может даже смоки какие-нибудь. В общем, никакой графики не хочу сегодня. Но вот этот карандаш. И он при этом стойкий. То есть, его нужно подрастушевать. Быстренько, сильно не зеваем. А то он застынет. При этом он не пластилиновый. Точится он все, как я люблю. Я им же сделаю межресничку тоже верхнюю. Ну и снизу заодно тоже подведу. И подтушу его. Классно он тень дает. Я уже говорила, что этот карандаш купила на скидках. И он стоил 12 что ли долларов. Или 14 долларов на сайте УПЭД. А сейчас он стоит опять 29 долларов. И я кусаю локти. Потому что я же не знала, что он мне так понравится. Палеточку давайте посмотрим. От Марио я вам сводчи покажу где-нибудь. Вообще, я думаю, сделаю обзор, наверное, на нее. Но тут просто, я не знаю, тут все оттенки матовые. Здесь 12 оттенков. Они все матовые. И они все теплые, кроме одного. Вот этот вот оттенок такой, он больше нейтральный. Даже, наверное, холодно-кричневый. Черный здесь холодный тоже. Потому что он такой в синеву уходит. Все остальное теплое. Либо с таким прям желтым горчичным подтоном. Также есть несколько оттенков. А точнее три. Вот раз, два, три. В них такой прям красный подтон виден. Поэтому эта палетка, конечно, хорошо подходит тем, кому такие оттенки либо нравятся, либо идут. Потому что на светленьких девочках они прям теплые-теплые. Но мне нравится иногда такой вариант. Давайте возьмем вот этот вот оттенок. Здесь название сзади. И они просто по номерам. 1, 2, 3, 4. То есть, вот так вот они идут. О, заляпанная моя палетка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В общем, короче, такое. Но мне нравится размер этой палетки. Смотрите, она компактная. Вот ее носить с собой. Она беленькая, протереть. То есть, так смотришь, вроде бы ничего особенного в дизайне. Но она очень эргономичная. Мне прям это нравится. То, что она не огромная, ничего. В общем, ее удобно и брать с собой, и возить с собой, и так далее. Короче, беру вот этот вот я оттенок. И прям его в складочку сейчас нанесу. Эти тени так замечательно тушуются. Это такая же формула, как и вот в палетке Mario, которая Ethereal Eyes, которая была лимиткой. Классная, одна из любимейших моих палеток. Просто всех времен и народов. И вот смотрите, да, оттенок вроде бы не такой уж и светлый, но как он тушуется. Тушуется прям в ноль. Красиво. Я добавлю светлый оттенок. Вот такой вот подтушевать его чуть-чуть, чтобы был градиент. Оттенок потемнее я добавлю вот сюда вот в уголок. Этим же цветом снизу пройдусь закрепить карандаш. И теперь вот этим оттенком я хочу закрепить ресничную линию. Все. И в принципе можно нанести самый светлый оттенок по всему подвижному веку. Особенно концентрируя его на внутреннем уголке. Смотрите, как он высветляет. Хорошо. Я сейчас этим светлым самым оттенком подвыструю форму вот здесь во внутреннем уголке, чтобы прям подоткрыть глаз. Увеличить его. Смотрите, какая разница. Я что сделала? Я кисточкой с остатками цвета, который я потушевывала, вот вывела сюда тень. И прям под этой тенью я высветляю. То есть такая типа фальш-складочка. И так как я ее поднимаю, получается, смотрите, как сразу глаз открывается. Сразу говорю, что вот этот карандаш я его когда наносила на межресничку, я зашла и на верхнюю слизистую, и он, конечно, мне отпечатался на нижней слизистой. Причем он отпечатался конкретно, имейте это в виду. Я просто его сейчас добавлю на нижнюю слизистую тоже, раз уж он уже там есть. Какой красивый цвет, потому что смотрите, как он добавляет глубину, но при этом выглядит мягко. Красота. Сейчас накручу ресницы, накрашу их тушью, возьму тушь от MAC. Это Extended Play линейка, она вообще не размазывается, когда жарко, и к вам вернусь уже с тушью. Глаза готовы. Конечно, можно еще какую-то сияшку добавить, но я не хочу. Мне нравится такой матовый классический образ. Я еще добавила несколько пучков во внешние уголки глаза, чтобы погуще у меня там выглядели ресницы. Смотрите, как красиво все это смотрится. Время делать губы. Я возьму карандаш от NYX. Это цвет, который называется Magic Maker. Так он выглядит. Он, конечно, чуть-чуть красноват, но к помаде подходит. Поэтому сейчас подведу им губы. Так выглядит карандаш. Конечно, вообще не свойственный мне оттенок. Но ладно, я сейчас его подтушую. Так он выглядит в растушевке уже получше. Он может чуть-чуть подзалипать, вот эта формула. Но с помадой, мне кажется, будет выглядеть нормально. Видите, вот тут вот видно, как он подзалип. Он потому что начинает схватываться. Он такой прям стойкий-стойкий. И иногда, когда сильно прям подведешь губы, мощно прям чувствуется, как губы начинают схватываться. И подсушивает он, что ли, немножко. Но если подтушевать, либо не так мощно его наносить. Плюс, если помаду сверху наносить не матываю, то как бы все норм. Помада у меня от бренда GIF. Gwen Stefani. И это формула, которая называется Anaheim Shine. То есть, будет она сатиновая. Вот так вот выглядит сводч. Приятный такой нейтрально какой-то розово-коричневый оттенок. Это миниатюрка. И оттенок называется Stomp Box. Мне оттенок помады нравится. Но я ее, наверное, конечно бы красила бы лучше с каким-нибудь коричневым карандашом. Потому что для меня это слишком красно. Но я знаю, что некоторым нравится. Я попробую спасти ситуацию блеском для губ. Возьму Патрик Та. Не знаю, насколько это помогло. Но ладно. Мне нравится, как у меня выглядит кожа. Особенно вот в моих проблемных участках. В общем, макияж закончен. Вот так вот все это дело выглядит. Давайте обсудим каждый продукт. Начнем с ухода. Сыворотка Norm от Biossance. Но я бы брала похожую от The Ordinary. Потому что разницы между тем, что они делают, как они чувствуются на лице, как они наносятся. И даже цветом вообще практически нет. Хороший крем от Glow Recipe. Тоненький, увлажняет под макияж идеально. На летнее время идеально. Как утренний крем идеально. Он прям очень увлажняющий, но при этом очень легкий по текстуре. Луми Glow Shrine от L'Oreal очень нравится и на лицо, на периферию, и на тело, особенно на ноги. Везде им обмазаться и ходить. Хорошо блестит. Он не жирный. Он подсхватывается. Особой липкости нет. Чуть-чуть я его чувствую на теле. Но он не отпечатывается на одежде. Если, конечно, белый топ, я бы была поосторожнее. Может, чуть-чуть он, особенно если будет жарко, вы будете потеть, отпечататься на кромке. Но в остальных вариантах идеально. Праймеры от Elf. Вот этот вот вам понравится праймер, если вы любите праймер от Milk. Он такой прям по текстуре подлипковатый. Очень хорошо для прям очень сухой кожи и для обезвоженной кожи. Если на вас не держится тон, то вот он классный. Но мой любимый, вот этот вот дружок, прям чуть-чуть. Смотрите, как идеально выглядит кожа. Если учесть, что у меня вот здесь вот консилер матовый. Никакой нет сухости поверх этого праймера. Главное только чуть-чуть, если вам это надо. Многим он вообще не нужен. Карандаш от Pet Magrat для глаз. Идеальный, классная формула. Я не могу сказать, что он какой-то мега стойкий. Но вот он у меня на руке. И он не стирается. Но я знаю, что есть карандаши, которые прям держатся намертво. Но они чаще всего бывают прям пластилиновые. Их очень сложно тушевать. Они сразу же схватываются. Вот этот вот карандаш, он хоть и схватывается, он и стойкий. Но он тем не менее отпечатывается на нижней водной линии. И мне нравится он тем, что он пластичный. Он схватывается, но не сразу. И его можно подтушевать. И не нужно переживать, что у вас он будет залипать. Он вообще не залипает. Он так мягко наносится. Это какая-то песня. А цвет, это вообще отдельная история. Цвет уникальный. Он, когда растушевывается, он подтушевывается в такой холодный коричнево-серый. Такой таповый красивый цвет. Не сильно серый. Не слишком тепло-коричневый. В общем, он идеальный. Идеальный. Всем он нужен. С любым цветом глаз. И с голубыми. То есть он прям такой, он дает цвет. Он дает объем. Он дает все, что нужно давать. Но при этом он выглядит мягко. Он не выглядит жестко. Он не выглядит слишком красно. Он не выглядит слишком желто. Он не выглядит слишком черно. В общем, идеальный карандаш. Вот он он. Всем он нужен. Ждем скидок на сайте Pat McGrath. И все набираем оттенок shade. Оттенок shade называется. Палетка для глаз от Марио. Она классная. Если вы любите просто матовые оттенки. Пользуйтесь ими. Выстраивайте ими форму. Потому что можно сделать вот такой вот глаз. И все. И тут уже можно любую блестяшку добавлять. А можно и не добавлять. Ташуются оттенки достойно. Понятно, что цветовая гамма теплая-красноватая. Но мне нравится. Есть здесь и черный оттенок. Есть здесь и светлый оттенок. Все в этой палетке идеально. Она такая классная рабочая базовая лошадка. Я постоянно ей сейчас пользуюсь. Выстраиваю ей форму. А там уже душа, пляши, однушки добавляй, блестки. Хоть что. Карандаши от NYX. Конкретно этот оттенок не мой. Он мне слишком красный. Но формула хорошая. Особенно если учитывать цену. Плюсы формулы в том, что карандаш наимягчайший, скользит по губам. Хорошо точится. И что он вообще точится. Это плюс. Много разных оттенков. Это плюс. Минусы формулы. Их очень хорошо делаются. Минусы формулы в том, что оно может залипать и быть немножечко пластилиновой. Но я в формуле это дело все прощаю. Есть другие оттенки, которые мне нравятся больше. Но этот оттенок, если вам нравятся такие красновато-розовые оттенки, то вот пожалуйста Magic Maker называется. Помада от Give нормальная. Но ничего особенного. Хороший цвет. Я думаю, что с другим карандашом так вообще. В общем, я ее буду носить. Такая она. Кремовенькая. Если в ней что-то необычное. Нет, нету. Ну, помада как помада. Так я ее неправильно закрыла. Помада как помада. Обычная, хорошая помада. Кремовая. Все. Все. Я обсудила все продукты. Скажите, интересно ли вам посмотреть отдельное видео с этой палеткой. Посмотреть на все оттенки. Как они выглядят в макияже глаз. Если да, то я обязательно сделаю. Прокомментируйте. А, пудры-то я забыла. Смотрите. Пудры от Pat McGrath. Ну, я в принципе уже все сказала. Мне они в принципе, в принципе нравятся. Но если вы вообще не переносите пудры, которые могут хоть минимально как-то сушить, то, пожалуйста, не берите их. Из этих двух сушит меньше вот это вот. Но она и меньше как бы подвыбеливает. Но она хорошо держит консилер. Хорошо действительно она его закрепляет, блюрит. Но она не придает какой-то живости, что ли. То есть она выглядит матово под глазами. Это не мой любимый вариант. Но закрепляет она хорошо. Я люблю больше, когда в пудре есть какой-то блеск, какое-то свечение. Но эта пудра все равно мне нравится. Вот эта вот пудра мне тоже нравится. Просто потому что она идеально закрепляет макияж. Да, она сушит. Да, обязательно нужно использовать фиксатор какой-то, чтобы она не сушила. Да, это чувствуется. В течение дня после того, как я использовала фиксатор, я ее на лице не чувствую. И она идеально носится в течение дня. То есть у меня ничего не западает никуда в поры. Нигде для меня это прям большая проблема. Потому что 95% пудр этим занимается. Через 5 часов я смотрю. И у меня вот тут вот все в таких точечках беленьких. Потому что пигмент сидит в порах. Вот эта пудра в этом плане очень тоненькая и очень классная. Но она сушит. Она сушит. Нужно это понимать. Я терплю. Так как красота требует жертв иногда. Вот все. На этом действительно все. Как вам макияж? Давайте обсудим продукты в комментариях. Есть ли у вас они? Что вам нравится? Что вам не нравится? Может быть вы какие-то из продуктов для себя открыли в первый раз, посмотрев это видео? Давайте все это обсудим. Спасибо, что вы были со мной и смотрели меня. До скорых встреч. И пока-пока. Пока. Пока.